Половина подростков не предохраняются никогда, 30% от случая к случаю. Это данные Макеевского центра здоровья. Организация проводила опрос. Его результаты медиков шокировали. Теоретически юноши и девушки знают, как и почему надо предохраняться. На практике эти знания большинство тинейнджеров не используют. Порядка 80% наших подростков находятся в группе риска по заболеваниям, передающимся половым путем. То есть незащищенный секс – это для девушек, это нежелательно беременность. Для юношей и девушек это еще инфекция, передающаяся половым путем. Их очень много, там порядка 20 наименований. Смелые надписи на футболках, горячие объятия, нескромные высказывания. В своей среде подростки общаются на любые темы. А вот на камеру говорить об интимных отношениях и контрацепции не хотят. Такие вопросы у них вызывают только смех. Зато не смешно становится гинекологом, когда минимум раз в месяц приходится делать аборт юной девушки или лечить венерические заболевания. Пламидиоз, уреоплазмоз, микоплазмоз и множество других инфекций, которые есть и очень много среди молодежи. После того, как девочка подросток заболела инфекцией, она длительно не обращается к врачам-акушерам гинекологам, потому что стесняется. В последующем это приводит к спаечному процессу и в последующем к бесплодию. Но самое страшное, утверждают врачи, когда в медицинской карточке 14-летних юношей или девушки появляется листок с положительными результатами анализа на ВИЧ. Это центр профилактики СПИДа в Макеевке. Ежегодно этот порог переступают несколько подростков с диагнозом ВИЧ. Цифра вроде несущественная, но в масштабах страны страшная. Только в Донецкой области на учете с таким диагнозом почти полтысячи подростков. Большинство из них – девушки. По наблюдениям врачей, семьи, в которых случается такая беда, часто абсолютно нормальные. Родители – не алкоголики и не наркоманы. В горе родителей трудно писать словами, поскольку это их дети, они взрослые, они понимают, что это неизлечимое заболевание, сколько сложностей в жизни создастся, какой риск для жизни, насколько изменится качество и продолжительность жизни их детей. Никому из родителей не хотелось бы пережить своих детей. А реакция подростков, собственно говоря, как они относились к жизни, что привело к заражению ВИЧ-инфекцией, собственно говоря, видно и то понимание происходящее. Чтобы подобного не произошло, врачи советуют родителям чаще разговаривать с детьми на интимные темы. Не стесняться рассказывать обо всех нюансах этой сферы и давать деньги на покупку контрацептивов или самим приобретать их. В Комитете по вопросам здравоохранения Верховной Рады считают, что также половому воспитанию должны больше уделять внимание школах и больницах. Об этом нужно говорить, не стесняясь. Это, конечно, прежде всего работа Министерства здравоохранения Украины, лечебных учреждений. Потому что на сегодняшний день, можно сказать, что как участковые врачи, как врачи-педиатры, практически такой санитарно-просветительной, разъяснительной работой, можно сказать, к сожалению, не занимаются. Бесплатно получить средства контрацепции можно в женских консультациях. Но, по словам медиков, подростки с такими просьбами обращаются крайне редко. Не предохраняться среди тинейджеров, согласно опросу, даже модно. Детям кажется, что беды с ними случиться не может. А вот цифры говорят о другом. Незапланированных беременностей, абортов и венерических заболеваний среди подростков все больше.